МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Парасад, программа Северо-Казахстанского государственного университета имени Монаша Кузыбаева. И с вами я, ее ведущая, Татьяна Исельская. Все самое важное и интересное из жизни университета в ближайшие 20 минут. Будьте в курсе студенческой жизни. Оставайтесь с нами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С 15 по 18 мая в нашем городе прошла 9-я летняя университета по президентскому многоборью и плаванию среди студентов высших учебных заведений Республики Казахстан. Подробнее смотрите в следующем сюжете. В Северо-Казахстанском государственном университете имени Монаша Кузыбаева пришло открытие соревнований по президентскому многоборью и плаванию. 9-й летней университеты посвящены Экспо-2017. К нам приехали сильнейшие вузы, пловцы, президентские многоборцы. Поэтому в течение трех дней мы выявим сильнейшие студенческие команды. Сейчас на данный момент 9 команд выступают. Мы являемся победительными призерами прошедших университет 2013-2015 года. Поэтому для нас большая ответственность также показать высокие результаты и выиграть эту университету. В плавательном бассейне Северо-Казахстанского государственного университета имени Монаша Кузыбаева, в котором прошло открытие универсиады. Собрались лучшие студенты-спортсмены из разных городов Казахстана, готовые защитить честь своего родного вуза. Студенты примут участие по пяти видам спорта. Универсиада была открыта соревнованиями по плаванию, далее стрельба, метание, спринтерские дистанции и бег. Всего в соревнованиях принимают участие 136 спортсменов из семи городов Казахстана. Гульнара Культаева, главный судья соревнований, рассказала, что уже в пятый раз нашему университету была оказана честь в проведении соревнований такого уровня. Она отметила, что спортсмены нашего университета являются неоднократными победителями универсиады. Сегодня мы проводим соревнования по плаванию в программе универсиады Республики Казахстан. По плаванию принимают шесть команд. Это с Алматы две команды, с Кустаная, с Чемкента, с Тараза и команда города Петропавловска. Всем спортсменам я желаю, конечно, хорошего старта, чтобы достигли своих целей, чтобы заняли призовые места, уехали все с хорошим настроением. Эльмира Айгалиева занимается плаванием 14 лет. Является чемпионкой Республики Казахстан, студентка Казахстанского национального университета имени Альфа-Раби. Поделилась с нами своими впечатлениями об открытии универсиады. Заплыв, конечно, для меня был несложный, это понятно. Но, в принципе, эти соревнования, они мне дали новые эмоции и новые впечатления. То есть я участвую на универсиаде, на самом деле, в первый раз. И для меня это немножко новое открытие, как говорится. Очень приятно, что нас приняли сюда, здесь так близко и тепло. Торжественная церемония закрытия прошла там же, где не менее празднично состоялось открытие универсиады. В бассейне Североказахстанского государственного университета имени Монаша Кузыбаева. Болельщики и спортсмены с нетерпением ждали оглашения результатов. По итогам соревнований команда девушек из КГУ обошла своих соперниц и заняла первое место. В плавании девушки оказались на втором месте, уступив первую ступеньку пьедестала команде соперницей с казну имени Альфа-Раби, город Алматы. Сборная юношей нашего вуза показала не менее достойный результат. В плавании разделив победу с командой Казахстанского национального университета имени Альфа-Раби, а в президентском многоборье наши парни уступили первую строчку студентам Кустанайского педагогического института, заняв второе место. Команды очень хорошо подготовленные приехали, особенно хочется отметить команду Кустаная. У них выступали два мастера спорта международных классов. Наши мальчики очень хорошо выступили. Лишенко Егор занял серебро и Ташимов Нариман, студент третьего курса, стал бронзовым призером. В общем, доволен нашей командой. Очень хорошо выступили и мальчики, и девочки. Но девочки, еще раз говорю, у нас золото, мальчики серебро. Универсиада прошла на высшем уровне. Гости и участники остались довольны. На этой неделе эстафету выездных встреч, цель которых проинформировать будущих абитуриентов о нашем ВУЗе, подхватил Аиртауский район село Саумалколь. В ходе мероприятия выступила Жанар Таласпаева, директор Института языка и литературы, поприветствовав участников встречи и рассказав о достижениях учебного заведения. Выбор специальности – это ответственный шаг в жизни каждого университета школы. Именно поэтому цель нашей встречи – дать вам возможность узнать о перспективах нашего ВУЗа, нашего университета, о возможностях, которые вы сможете получить. Здесь 11-классники уже определились с выбором будущего учебного заведения. Большинство поступают именно в наш ВУЗ, что не может не радовать. Я выбрала Североказахстанский государственный университет имени Гозыбаева. Потому что там обучают квалифицированные специалисты и дают достойное образование. В ходе встречи присутствующим был продемонстрирован фильм, посвященный юбилею университета. А также по традиции творческие ребята нашего ВУЗа подготовили оригинальный концерт. К слову, мероприятие прошло в теплой и дружеской обстановке, оставив хорошие впечатления как у сотрудников университета, так и у жителей района. В главном корпусе нашего университета прошла ярмарка вакансий 2017. Выпускники этого года пришли в надежде найти работу. Помощь в трудоустройстве им предложили школы, предприятия и организации области. Мероприятие такого рода проходит ежегодно. Его цель – помочь студентам определиться с местом работы. На сегодняшний день популярны на ярмарке профессии преподаватели, воспитатели, инженеры, технологи. К слову, в этом году наш ВУЗ выпускает 590 студентов очной формы обучения, половина из которых уже определились с работой. Я студент группы РЭД-13, специальность радиотехника. Вышел на ярмарку вакансий, дабы найти для себя нужную вакансию по работе. То есть предложений очень много, разные специальности. Спасибо университету за то, что организовали для выпускников такую ярмарку. Это очень нам в помощь. Для соискателей ценность данного мероприятия трудно переоценить. Им предоставляется возможность за один день познакомиться с представителями многих компаний, оставить резюме, презентовать себя, пообщаться с профессионалами своего дела. Неизбег у кенов, студент последнего курса, решил попытать судьбу и пришел сегодня на ярмарку вакансий. В стенах нашего альмаматера дается большое качественное образование, которое позволит в дальнейшем нам работать по своей специальности, быть профессионалами своего дела. Для работодателей такая ярмарка – шанс познакомиться с большим количеством кандидатов, провести с ними собеседование и заполнить свои вакансии. Коныш Искаков приехал из Валихановского района, чтобы предложить ребятам работу по специальности, ведь никто не хочет упускать хорошие кадры. У нас в данный момент нехватка учителей математики, того же учителя химии и биологии. В селе у нас создаются условия для молодых учителей. По государственной программе выдаются подъемные. Молодые учителя у нас трудоустраиваются, берут кредиты на приобретение жилья. В школе компьютеризация – все хорошее, условия есть, нужны только специалисты дипломированные. Торжественное мероприятие открыл проектор по стратегии международному сотрудничеству Эдос Мухатаев. Он рассказал о деятельности и достижениях нашего ВУЗа. В этом году исполняется 80 лет основания Североказахстанского государства университета имени Хозбаева. За свою историю ВУЗ подготовил более 50 тысяч специалистов высшей квалификации, многие из которых получили признание не только у нас, в Североказахстанской области и республике, но и далеко за пределами республики. СКГУ имени Хозбаева – это большая и дружная семья. Здесь обучается более 4,5 тысяч студентов со всех уголков нашей республики и других государств. Также перед собравшимися выступали руководители организаций и лучшие студенты нашей «Альмаматор». Стоит отметить, ярмарка вакансий – это один из рычагов реализации задачи, которую обозначил в своем послании президент страны Нурсултан Азарбаев. Напомним, в стратегическом документе особое внимание уделяется трудоустройству молодежи. Ярмарка вакансий – это шаг в будущее для нынешнего поколения. С 1993 года в Казахстане существует международная стипендия «Болошак» президента Республики Казахстан, которая дает уникальную возможность для самореализации молодежи. Подробнее смотрите в следующем материале. В нашем ВУЗе состоялась встреча директора Департамента организации конкурсных процедур акционерного общества «Центр международных программ» с государственными служащими, профессорско-преподавательским составом и студентами. Участники брифинга обсуждали условия получения стипендии. Она присуждается однократно для прохождения стажировки, получения ученой степени или обучения в резидентуре. Основная цель сегодняшней встречи была рассказать молодежи Североказахстанской области о возможностях обучения за рубежом, не только в рамках международной стипендии «Болошак», а также о возможностях обучения по межправительственным грантам и другим стипендиальным программам. Большой акцент я, конечно, сделала сегодня на международной стипендии «Болошак», так как с текущего года вносятся изменения и дополнения в правила отбора на международную стипендию «Болошак». Данные изменения коснулись у нас не только перечня документов и требований к претендентам, а также по прохождению конкурса. Самал Камарина считает необходимым повысить уровень поступающих по программе «Балашак» в нашем регионе. По статистике, 22% выпускников, обучающихся по данной стипендии, занимают руководящие должности. Они в совершенстве владеют тремя языками, а также за годы учебы получают уникальный зарубежный опыт. В этом году выделено 600 бюджетных мест. Прием документов будет осуществляться с 29 мая по 15 сентября. Студенты нашего вуза уже планируют поехать на обучение в магистратуре зарубеж. Сегодня был очень интересный семинар, где мы получили очень полезную информацию о присуждении гранта «Балашак». Так как мы заканчиваем четвертый курс и являемся выпускниками нашего университета, мы планируем поступить на магистратуру зарубеж. Мы получили информацию о перечне документов, которые необходимо сдать для прохождения конкурса. Мы познакомились со всеми этапами конкурса. И думаю, что эта информация будет полезна для нас, и мы все-таки достигнем своей цели. Мы узнали о том, как можно поступить по программе «Балашак» на международную стажировку. Ведь после того, как мы окончим бакалавриат, мы будем поступать в магистратуру. И нам нужна будет именно стажировка в международных каких-то организациях, в других странах. Ведь это очень интересно и познавательно, а также будет способствовать нашему дальнейшему карьерному росту. Стоит отметить, что возрастных ограничений, поступающих по этой программе, нет. Самое главное – знать английский язык и стремиться к намеченной цели. Ведь будущее Казахстана зависит от высококвалифицированных, востребованных и грамотных специалистов. За более подробной информацией можно обратиться по адресу, который вы видите на экране. Ежегодно, 18 мая, празднуется Международный день музеев. В этот день музей открывает свои двери для всех желающих, показывая свои выставочные залы и новые экспонаты. Музей Североказахстанского государственного университета не стал исключением. Подробнее смотрите в следующем материале. В 2006 году университету было передано здание – памятник истории и архитектуры. В течение 2010 года на этом объекте были произведены реставрационные и ремонтные работы. К настоящему моменту в отремонтированных залах музея университета установлено экспозиционное оборудование. В нем хранится более 5000 единиц экспонатов. На первом этаже располагается демонстрационный зал, зал Монаша Кузыбаева, зал археологии и этнологии. На втором – зал учительского института, зал опедагогического и политехнического институтов, зал Североказахстанского государственного университета. В этом году в преддверии празднования 80-летия вуза были установлены новые экспозиции, рассказывающие об истории кафедр на казахском, русском и английском языках. Музей посещают делегации стран ближнего и дальнего зарубежья и Казахстана, известные государственные и общественные деятели, участники международных и республиканских форумов и конференций. Сотрудники музея являются участниками международных и республиканских слётов музейных работников. Работа нашего музея заключается в постоянном контакте с посетителями, хранении и экспонировании музейных материалов. Экскурсионная музейная массовая работа включает проведение тематических и обзорных экскурсий для разных категорий посетителей – школьникам, студентам, участникам научно-практической конференции и гостям университета по линии международного сотрудничества. Деятельность музея истории – важный компонент воспитания патриотизма среди студенческой молодёжи. Ежегодно, согласно плану работы музея истории, студенты-первокурсники всех факультетов посещают экспозиции музея и знакомятся с достижениями кафедр факультетов вуза, что способствует повышению имиджа нашего университета и укреплению традиций. Кафедра сельского хозяйства уже более 10 лет успешно готовит специалистов для агропромышленного комплекса области и республики в целом. За это время выпущено около 800 агрономов и лесников. Сегодня, когда в Северо-Казахстанской области, да и по всей республике, вовсю идёт уборочная кампания, эти студенты с особой ответственностью относятся к процессу обучения. Сельскохозяйственные специальности приобретают всё большую популярность среди молодёжи, так как каждый понимает, что развитый агропромышленный комплекс – это основа благополучия любого государства. Кафедра сельского хозяйства готовит по трём направлениям специалистов сельскохозяйственного направления. Это агрономия, лесные ресурсы лесоводства и технология производства продуктов животноводства. На кафедре у нас более 80% обучаются на гранте. В этом году, по крайней мере, поступило 50 грантов. В прошлые годы мы и больше ребят поступали к нам, поскольку у нас аграрная область, поэтому, конечно, специалисты востребованы. О востребованности ребят говорит тот факт, что около 80% выпускников работают по специальности. Они трудятся в агроформированиях, научных лабораториях, исследовательских институтах и на опытных станциях, закрепляются на которых ещё во время прохождения практик. Университет заключает договоры с передовыми хозяйствами нашей области, такие как ТО «Обижер». Мы тесно сотрудничаем с Северным научно-исследовательским институтом. Наши студенты проходят курсы, получают сертификаты, участвуют в различных конференциях, семинарах своего направления. Благодаря такому тесному сотрудничеству работодатели формируют заявки на трудоустройство молодых специалистов ещё во время их обучения. Такое доверие аграриев вызвано высоким уровнем профессиональной подготовки студентов. Учебный процесс обеспечивают квалифицированные педагоги, кандидаты, магистры наук. Для ведения занятий привлекаются практикующие специалисты. Все аудитории кафедры полностью оснащены необходимым современным оборудованием, позволяющим студентам экспериментальным путём самостоятельно определять свойства выращиваемых культур. Открываются новые лаборатории, действуют кабинеты растеньеводства, животноводства и даже пчеловодства. Я учусь на специальности агрономии, учусь на гранте. Я поступала на эту специальность уже осознанно, потому что я очень любила в школе биологию. Я даже не боюсь в будущем работать где-то в сельской местности. Я очень близка к этому. И в процессе учёбы я тоже не пожалела, потому что мне понравилось. Мы в теории занимались и весной уже всю нашу теорию закладывали в практике на агробиологической станции. Загородная агробиологическая станция – это особая гордость университета. Здесь во время практик студенты своими руками постигают азы профессии, знакомятся с сельхозтехникой, парниковым и тепличным земледелием, с различными технологиями возделывания культур, закладывают опыты по кормопроизводству и овощеводству. Результаты таких исследований уже внедрены в Новобокровки, Якори и других хозяйствах области. В нашей области произрастают как лиственные леса, так и хвойные. Хвойные породы – это породы лесообразующие, да? Вспоминайте. Ещё какое значение хвойных пород вы можете назвать? А так проходят занятия у студентов специальности «Лесные ресурсы и лесоводство». Ребят учат разбираться в породах деревьев и кустарников, в условиях их произрастания, способах охраны и правильного обращения с природными ресурсами. Айгерин Науразбаева всерьёз обеспокоена состоянием наших лесов и надеется в будущем внести свою лепту в их развитие. Со временем количество лесов уменьшается, поэтому мы, молодые специалисты, должны сохранить существующие природные ресурсы для следующего поколения. Сегодня мы изучаем хвойные породы на территории нашей республики. Хвойные породы – это очень ценные древесные растения. Например, в нашей области произрастает ель, сосна и лиственница. Самое простое, что должны уметь студенты этой кафедры – это определять виды сельскохозяйственных культур, а также кликовину, влажность и другие параметры. С этим, ребята, справляются мы отлично. В прошлом году на кафедре была открыта новая специальность – технология производства продуктов животноводства. И уже приобрела востребованность у абитуриентов. Еще бы работа технолога открывает перед выпускниками большое поле деятельности. Они могут трудиться инспекторами по племенному делу, зоотехниками, менеджерами организации производства животноводческой продукции и так далее. Наша область с каждым годом увеличивает компании и производство этих товаров, так как у нас очень много благоприятных условий для разведения животноводства. Так как Северо-Казахстанская область – это аграрный регион, то в наше время это очень востребованная специальность. О развитии агропромышленного комплекса Казахстана сегодня говорят на самом высоком уровне. А наша задача – стать хорошими специалистами, считают студенты этой кафедры. И пусть на своем местном уровне, в небольшом селе или крупном хозяйстве области сделать все возможное для улучшения урожайности культур или животноводческой продукции. Что ж, хорошие планы. Надеемся, они обязательно воплотятся в жизнь. На этом наша программа подошла к концам. Также наши выпуски вы можете увидеть на сайте www.nkzu.kz. Увидимся через неделю в это же время. До свидания.